Дозиметристы заранее произвели расчеты. В целях соблюдения правил техники безопасности памятник обнесли железобетонными блоками и мешками с песком. Работы производились ночью. Милиция перекрывала подступы к площади и набережной. В июле 1988 года бригада лаборатории по неразрушающим методам контроля обследовала памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади. Специалисты Ижорского завода тогда сделали почти невозможное. Ради уникального памятника не менее уникальный рентгеновский комплекс из неподвижного стал мобильным. Вот она погода-то питерская. Кстати, вот от чего страдает памятник. Вот мы поднялись и мы сейчас на себе почувствуем, что чувствует император с 1859 года. Предварительный осмотр выявил дефекты. Чтобы определить состояние металла, оценить прочность всей скульптуры понадобились опыт и оборудование Ижорцев. Скульптор Петр Карлович Клотт установил статую на двух опорах. Толщина ног коня составляет 200-250 миллиметров. Для их просвечивания был применен мощный источник излучения, который используется для корпусов реакторов. Стояли леса. При прошлой реставрации 1980-х годов реставраторы касались памятника и касались непосредственно скульптуры коня императора. Сам памятник двухслойный. На металлическом железном каркасе закреплен слой бронзы. Специалисты трудились 8 ночей. Каждая нога коня была разбита на несколько частей. Отдельные элементы просвечивали с разных ракурсов с разной выдержкой. От 40 минут до 2 часов. Три раза за свою более чем полуторавековую историю памятник на Исаакиевской площади стоял скрытым от людских глаз. В блокаду. Потом неделю во время рентгеновской диагностики в конце 1980-х. И сейчас, в начале 20-х годов 21-го века. Памятник сделан удивительно. Потому что, если углубиться в исследование его инженерной конструкции, вообще удивительно, как он простоял все эти годы. Честно, мы боялись к нему приступать, потому что мы поначалу вообще не понимали, как он устроен. Беспрецедентная реставрация сравнялась по продолжительности со сроком создания монумента. Техническая сложность памятника сначала спасла его от мести большевиков ненавистному царю, а потом навсегда приковала к кедесталу. Была такая идея безумная. Мы думали, что из-за особенностей в жизни памятника, из-за расхождения плит педестала придется педестал разбирать, а памятник нужно будет срезать и стоять перед ним силовые леса, его сдвигать на силовые леса, разбирать педестал, потом собирать и памятник возвращать обратно. Решение изначально было еще сумасшедшее, и мы от него отказались и правильно отказались. Для того, чтобы конную статую снять, потребовалось бы очень сильно повредить плинт фактически с утратой отдельных его элементов. Конечно, есть опыт перевозки таких огромных памятников, и вообще можно было бы придумать, как это сделать, но здесь в первую очередь надо было исходить с точки зрения, а нужно ли это памятнику. Леса представляли собой такое укрытие, убежище от ветровых нагрузок, от погодных условий. Памятник оставил нам загадку определенную, стоит ли он под своим весом, либо дополнительно еще есть фиксация. Тайны и загадки памятника Николаю I хранят и многочисленные папки, исписанные красивым витиеватым почерком. Дела давно минувших дней строительства монумента, которым император-сын решил восстановить достойную память об императоре-отце. Дело номер один о предварительных работах по сооружению памятника записано о том, что государь-император высочайше соизволил соорудить памятник блаженной памяти императора Николая Павловича на избранном его величеством между Исаакиевским собором и дворцом великой княгини Марии Николаевне месте. Если приглядеться, можно разглядеть и дворника, который метет площадь, и извозчиков, господ в котелках. На старинной фотографии в Зале Стампов Российской национальной библиотеки поразительной четкости картинка, капсула времени, привет из второй половины XIX века. Срез жизни Петербурга запечатлела новое искусство – светопись. Она же фотография. Оно было ультра-четким, но требовало неподвижности модели. Архитектурные памятники в силу своей статичности они просто идеальны были для ранней фотографии, потому что они не двигались. Новый на момент возникновения фотодела памятник стал не только хорошей моделью. Это точка сборки политической истории страны и семейной истории императорского дома, экономики, искусства и этого удивительного места в городе. Удивительным образом этот монумент служит не только памяти императора, 30 лет служившего своей стране, искусством художника, но и примером отношений внутри большой, сплоченной и любящей семьи. 30-летнее правление Николая I закончилось бесславно. Проиграна Крымская война. Россия заперта в до-екатерининских границах на юге и технически отстает от передовых стран. И главная нерешенная проблема – крепостное право, тормозящее все сферы жизни России. Невозможно было сочетать сохранение крепостного права и Россию, способную быть стопроцентно конкурирующей с великими державами. Ведь в чем была проблема под стенами Севастополя? А англичане и французы из Тулона и Плинта морем доставляли боеприпасы, снаряжения, вооружения, войска под стены Севастополя быстрее, чем Россия могла передвинуть то же самое через свою территорию в Севастополь. Это нонсенс. Но это факт. Память монарха надо спасать. Александр II уже год спустя, после кончины отца, принимает решение создать памятник. О, слушайте, здесь хорошие слова. Эти горы папок с делами – монотонная рутина повседневной жизни Петербурга 1850-х. В общем-то, согласованная работа разных ведомств. Папки хранятся в разных городских архивах, кстати, доступных исследователям. От первого повеления императора о создании памятника до радостного дня открытия пройдет долгих три года. Каждый шаг тщательно описан в архивах. Самая богатая коллекция – в Российском государственном историческом архиве, объекте внимания ЮНЕСКО. Как бы мы не напрягали фантазию, но представить себе сегодня Петербург в 50-х годах 19 века не сможем. То, что сегодня привычные открыточные виды, тогда было стройплощадкой. В том числе и Исаакиевская площадь. Строительство собора еще не закончилось. Повсюду разбросанные стройматериалы, но Агюст Монферран уже в своем воображении видит окончательное решение ансамбля. И отстаивает свое мнение перед государем-императором, мнение которого было иным. Передо мной первое из нескольких десятков дел, посвященных строительству памятника Николаю I. Агюст Монферран вел переписку с Министерством императорского двора по-французски, но это никого не смущало. Но эти же документы сохранились в переводе на русский язык того же времени. Планируя памятник державному родителю, Александр II повелел выявить все значимые конные статуи в Европе. И найденные превзойти. Дело номер один о предварительных работах по сооружению памятника. Лист номер семь. Монферран, его величество, король Прусски, предложив проектировать памятник в честь Фридриха Великого, и заявил желание превосходить все прочие в подобном стиле. Не изыщется ли возможность достичь до произведения еще более совершенного? Монферран аргументирует свои взгляды на будущий памятник Николаю I сравнением его с самой известной, самой масштабной конной статуей Фридриха Великого. Это была подводка к главной дискуссии с императором по поводу местоположения памятника. Далее аргументы звучат не менее витиевато, но тоже очень красиво и передают дух времени. Местность, избранная его величеством на Адмиралтейской площади, есть приличнейшая против остальных двух, но при всем том не та, которую я избрал. И далее приводят неоспоримые доводы в пользу Исаакиевской площади. Напомню, в тот момент там строительная площадка и свалка мусора. Вид совсем не элегантный, но художник уже все увидел. Представьте себе конфигурацию, которую предлагает Монферран. От медного всадника, который для нас сегодня остается не только памятником Петру Великому, но и свидетельством деяния Екатерины Великой. Проводит невидимую ось через Исаакиевский собор, который освящен во имя Исаакиев-далматского небесного покровителя Петра I. И на этой же линии устанавливает будущий памятник Николаю I, символически воссоединяя его с семьей. Этой же семейной идее подчинен и физически, и логически Мариинский дворец, построенный для дочери Николая, Марии Николаевны. Ну и, конечно, против такой стройной концепции Александр II не устоял. Такая постановка памятника почившему в Бозе государю говорит о том, что дом Романовых по-прежнему рассматривал Россию как свое семейное владение. И монументы в столице устанавливались, как устанавливаются монументы в поместье. Каким будет задуманный памятник? Какие вехи войдут в историю? Буквально будут отлиты в бронзе и высечены в камни? Начиналась огромная работа по собиранию памяти императора Николая. Здесь скорее нам все-таки представляют то, что хочется иметь. Благодарный наследник делает ему монумент, который превозносит. Вот это и есть суть памятника Николаю I. И Монферран, как опытный придворный, эту задачу здесь выполнил. Это памятник семье императора и избранным страницам истории государства российского при Николае I. И семья в итоговом проекте оказалась на более высоком ярусе. Его императорскому величеству благоугодно, чтобы в четырех женских угольных статуях основания памятника изображены были черты в статую правосудия вдовствующей императрицы Александры Федоровны, в статую силы великой княгини Марии Николаевны, в статую мудрости великой княгини Ольги Николаевны и в статую веры великой княгини Александры Николаевны. Первая скульптура была готова в апреле 1857 года, скульптура веры. И император лично приехал и их осмотрел, но сделал одно замечание. В статуе силы, изображающей Марии Николаевны, было решено драпировкой прикрыть нижнюю часть ноги ниже колена. У Николая Первого и Александры Федоровны было семеро детей. Вот в этих фигурах, олицетворяющих веру, правосудие, силу и мудрость, современники узнавали императрицу и дочерей императора. Вот она, младшая Александра, символизирующая веру с крестом и библией. Девушка очень рано ушла из жизни, ей было всего 19. Любимая Ольга в образе мудрости с зеркалом. Сильная характером Мария, она олицетворяет силу с копьем и щитом. И преданная Александра Федоровна в образе правосудия с мечом и весами. Говорят, что перед смертью на призыв священника простить всем обидчикам она возразила. Я прощаю всем, кроме императора Австрии. Он открыто присоединился к Турции во время Крымской войны. Так что можно сказать, что этот свой переговор Александра Федоровна вынесла, являясь признанным символом правосудия. Да, там присутствует его супруг Александра Федоровна, там присутствуют на этих брелевах его дочь или сыновья. Но это ведь желание, чтобы тебя воспринимали как отличного мужа и отца, прекрасного семьянина. Но весь Петербург знал, да и не только Петербург, что императора большое сердце, там умещается много женщин. 1856 год. Год с момента кончины Николая I. Уже известные имена создателей памятника ими станут Монферран и Клот. Их судьбы оказались тесно переплетены с Николаевской эпохой при жизни онова. Николая I трудно было назвать меценатом, но вот коней он любил искренне. И шедевры Клотта разлетались в копиях из Петербурга по королевским европейским дворам. Хорош, конечно, Клотт. Николай I был прав, говоря, что его кони более живые, чем жеребцы моей конюшни. Еще одной из главных тем в одни царствования Николая Павловича было завершение великого долгостроя – Исаакия. Так что выбор архитектора тоже очевиден. Имена известны. Неизвестно, что для обоих мэтров памятник станет лебединой песней, а Монферран даже не сумеет увидеть открытие. Но пойдем по порядку. В 1858 году рассказано, как барон Клотт делал конях. Главная и единственная опора огромной статуи – это задние ноги коня. Для прочности их Клотт заказал на лучшем заводе железные подпоры, которые исполнены под личным руководством Петра Клотта. Подпоры эти уже вставлены в задние ноги восковой модели. И все равно памятник оставил нам загадку определенную, стоит ли он под своим весом, либо дополнительно еще есть фиксация. Но то, что он стоит уверенно, и мы убедились в этом, что нет каких-либо подвижек – это абсолютно точно. Парадокс. В русской истории фигура Николая I никогда не была романтизирована. Ну, вспомните, Николай Палкин, жандарм Европы, правитель ввергшей страну в позор поражения в Крымской войне. И вот на этом довольно одиозном фоне мы видим один из самых совершенных конных памятников в мире. Монумент необыкновенной красоты и технической сложности. Очень изящный комплимент правителю, который не собирался быть царем, но принял участь и до конца исполнил свой долг. Памятник Николаю I – поздняя работа барона Клотта. Он первый в своем жанре. Он лучший анималист узкого профиля. Его кони великолепны. Памятник Николаю I стал финалом творческого пути скульптора. Формально он превзошел Фальконе. И по срокам медный всадник рождался 10 лет, Николаю всего три. И по сложности реализация амбициозного замысла – две опоры против трех. Она очень смелая. И для меня до сих пор загадка, как можно было в то время 18-тонную скульптуру императора на коне поднять на эту высоту и поставить на четыре отверстия. И он до сих пор стоит. Государь каноногвардеец изображен в форме своего полка. Интересно, что именно каноногвардеецы атаковали бунтовщиков 14 декабря 1825-го. Интересно и то, что для создания исторических барельефов на нижнем ярусе памятника самодержцу нашли военных, которые несли службу на Сенатской площади в тот самый день более 30 лет назад. Их разыскали, отрядили в Академию художеств позировать. В роте дворцовых гренадеров состоит ныне на службе чинов, которые 14 декабря 1825-го года состояли на службе лейб-гвардии в саперном батальоне и в этот же день были в строю в Санкт-Петербурге. Это барельеф самый многострадальный он, потому что больше всего он полюбился вандалам, к сожалению. И с течением времени здесь один за одним начинали пропадать солдатики. Всего их было утрачено 4, но также здесь были утрачены и большое количество шпаг, и мушкетов с штыками, и горн, и барабанные палочки, и в общем много других очень мелких элементов. Нам очень повезло с иконографией. Настолько хорошо сохранилась фотофиксация на памятнике, это нас отчасти и спасло. Благодаря этим фотографиям мы смогли их воссоздать. Беспрецедентная по масштабу реставрация сравнялась по продолжительности со строительством памятника. В обоих случаях три года работ поделились на этапы. Полтора века назад важной вехой стало заложение монумента. И тут не обошлось без символизма дат. Церемония закладки памятника – это был отдельный проект в проекте. Первоначально Александр II выбрал 14 декабря – день, который в 1825 году так непросто началось царствование его отца. Государю-императору благоугодно было назначить 14 число всего декабря в час пополудни заложение высочайшему его величеству присутствии памятника в бозе почивающему императору Николаю I. Но то ли позже счел эту дату излишне политизированной, то ли просто решил дождаться окончания рождественского поста, но в итоге датой заложения памятника стало 26 декабря. Протокол предусмотрел все детали – и цвет платьев присутствующих дам, и прогрев воздуха в палатке императрицы, и белую известь в специальном ящике из красного дерева, которую Александр II должен был положить на закладной камень. И самое интересное, в основании памятника и сегодня находится самый настоящий клад. В специальном ящике положены платиновые, золотые, серебряные монеты и жетоны на коронацию Николая I и Александра II. При изучении исторических документов не оставляет ощущение некоторой суеты. Император Александр II, очевидно, вникал во все детали создания и освещения монумента батюшки. И рассадкой прессы тоже занимался. Император Александр II, он вникал во все детали при строительстве памятника. И в том числе в декабре 1856 года он разрешил издателю журнала, академику Тиму, снять рисунок с церемонии заложения памятника императору Николаю Павловичу и поместить его в издаваемом им журнале «Русский художественный листок». Вот этот конкретно журнал, практически все статьи написаны издателем Тима. Закладка происходила в последних числах декабря 1856 года в присутствии государя-императора, всех членов императорского дома. Проекты исполнения этого памятника возложены на господина Монферрана. Когда решили реставрировать памятник, специалисты начали искать подлинные чертежи Монферрана. И в какой-то момент показалось, что они зашли в тупик. С чертежами была большая проблема, потому что в архивах мы не нашли чертежи. Помог даже случай в каком-то смысле. Неподалеку в гостинице «Астория» за чашкой кофе мы встретились с удивительным человеком, известным архитектором, нашим соотечественником, который живет в Берлине, Сергеем Чобаном. И я говорю, знаете, вот мы собираемся реставрировать памятник Николаю I впервые за все годы его существования. Но у нас вот такая вот интересная идея. Нет никаких чертежей его инженерного устройства. И Сергей Андреевич Чобан, значит, так оторвав чашечку с кофе от губ, говорит, ну как же нет? Все есть в моем архиве в Берлине. Вот в таком портфолио здесь такого темного цвета кожа и на ней тиснением монумент императору Николаю I. Это и есть портфолио, которое, собственно говоря, собирал Монферран. Это еще одна удивительная страница грандиозной реставрации. Редкая удача, которая улыбнулась петербургскому архитектору Сергею Чобану. Полный комплект чертежей Монферрана был обнаружен на одном из международных аукционов. Чобан выкупил его и предложил коллегам как материал для экспертизы при подготовке проекта реставрации. Сегодня листы, с которых начинался этот монумент, хранятся в Берлине. Они спрятаны от света, их редко разворачивают, чтобы не порвать на сгибах, но для нас сделали исключение. Чертежи открывают тайны замысла. Не всегда конная статуя стояла лицом к собору. Это не только итоговые чертежи, но это еще и так называемые кроки, то есть наброски. Вот здесь еще даже не очень понятно, как будет располагаться конная статуя. Скорее речь идет о такой общей пирамидальной композиции. У него по проекту был расположен по-другому. Он был расположен не лицом к Исаакиевскому собору, а наоборот от Исаакиевского собора. Та точность, с которой великий мастер Монферран подходил к мельчайшим задачам, например, выбору камня, выбору месторождения, это меня абсолютно поразило. Нарисована была карта. На этой карте были цветами отмечены те камни, цветом камня, где в каком месторождении их нужно было добывать. Особый интерес представляет постамент памятника. Он разделен на ярус. И вот на этом изображены важные события в жизни Николая I страны. Император вручает своего сына саперному батальону во время восстания декабриста в 1825 году. Усмиряет холерный бунт 1831-го. Принимает от Михаила Спиранского свод законов. Вот на этом барельефе он осматривает новый железнодорожный мост. Нижний ярус. История царствования. Вехи, с которыми Николай I остается в вечности. Снова архивы дают динамику создания памятника. Вот первый список Монферрана. Архитектор предложил отметить только воинскую славу государя. Турецкую кампанию 1928 года, персидскую 1926-го, венгерскую 1948-го и взятие Варшавы в 1931 году. Николай I мог бы, по примеру римских императоров, остаться в памяти потомков великим воином. Но он проиграл крымскую. И в чертежах и проектах началась политика. Сначала заменили два тематических барельефа из четырех. Здесь, на 29-м листе, мы видим, что Монферран изначально предложил другие сюжеты для барельефов. 14 декабря 1825 года. Появление его величества на Сенной площади во время возмущения по случаю холеры в 1831 году. Взятие Варшавы и положение Гергия Маружия. Потом, уже добавив успехов во внутренней политике, усмирение холерного бунта, приступили к самой болезненной теме – начало царствования. 14 декабря. Восстание декабристов. В спорный исторический эпизод добавили человеческое измерение. В день бунта Николай передает верным войскам сына – будущего императора Александра II. Там есть патетическая минута в Зимнем дворце, когда Николай держал в руках будущего императора Александра II, семилетнего мальчика, вручает его гвардейским саперам, тем, кто первые пришли, по вызову защищать Зимний дворец. Говоришь, я вам доверяю будущее России. И, наконец, польский вопрос тоже решили аккуратно удалить из того, что делалось на века. Дипломатичнее всех оказалась матушка Александра II, вдовствующая императрица. В следствии письма вдовствующей государине императрицы Александре Федоровны государь-император повелеть изволил сообразиться о замене того барельефа к памятнику в бозе почившему императору Николаю I, на котором предполагалось изобразить взятие приступом воли в 1831 году другим в память постройки Санкт-Петербурга, Московской, ныне Николаевской железной дороги. Для чего с изображением части этой дороги можно было сделать и вид с оной Москвы, где железный путь пересекается Ярославским шоссе недалеко от села Останкино. Так, Московская деревня Останкино навсегда осталась единственной нестоличной локацией на Петербургском памятнике. И, наконец, открытие железной дороги из Санкт-Петербурга. Но дорога, вот, увы, при всем уважении к ней, не стратегическая. Там, конечно, очень важный момент – это награждение Спиранского за создание полного собрания законов. Николай любил театральные жесты. Он снял с груди Андреевскую звезду и приколол ее мундиру Спиранского. Мы, когда проводим реставрацию, очень часто подчеркиваем, и как раз этим гордимся, что мы делаем в исторической технологии. То есть это значит, что мы точно так же, как и раньше, лепим модели, точно так же снимаем с них форму, точно так же утверждаем на каждом этапе все это, согласовываем, точно так же мы потом делаем и восковые отливки, отливаем в бронзе, прочеканиваем, повторяя ту технологию, по которой изначально было это все изготовлено. Вес каждого барельефа – около одной тонны. Были утрачены шесть ростовых фигур, включая фигуру петербургского городоначальника генерала Эссена в сцене усмирения Николаем Первым холерного бунта на Сенной площади. Шпаги, ружья солдат и другие фрагменты. Здесь тоже было утрачено несколько фигур и более мелких элементов. Но, как у нас любит шутить, как раз губернатор Петр Кириллович Эссен пользовался такой народной любовью, что, к сожалению, украли его одним из первых. Он ушел с этого барельефа. Но сейчас в процессе реставрации он тоже был восполнен по такой же технологии исторической, как и фигуры на рельефе восстания декабристов. И вот сейчас установлен и запатинирован, чтобы не отличался особо от остальных. История памятника – это история города и смены исторических эпох. Во время революции его с трудом отстояли, доказав, что художественная и техническая ценность наследия великих Клотта и Монферрана выше ненависти к царю-жандарму. Во время блокады, обложенный мешками с песком и замаскированный, монумент простоял под защитой пункта ПВО на крыше соседнего Исаакия. Но главный урон нанесла все же не война, а климат северной столицы. Розовый ветров выбирать не приходится. Плюс надо учитывать, конечно, невероятную антропогенную нагрузку. Особенно вот здесь, что мы стоим на Исаакиевской площади. Здесь и автобусы, и машины. Конечно, мрамор очень сильно страдает. Плюс ко всему здесь такое изобилие бронзового декора, что со временем мрамор белый и карарский превратился в мрамор такой сине-зеленый. Вот так вот он выглядел до реставрации. Вот как раз мы видим, да, здесь контакт с бронзой. И в нижней части, например, где были течи скопления влаги, здесь камень уже был практически синего такого ультрамаринового цвета. Проводили расчистку и ставили компрессы, вытягивая оттуда эту зелень. Реставраторы сотворили чудо, она полностью вылечена. До мастиковками, до компоновками все сделано так, что человек, который будет смотреть снизу на этот памятник, никогда в жизни не догадается, что это вылеченный карарский мрамор. Здесь все части оригинальные, за исключением воссозданных, украденных фигур. Девяностые запомнились двояко. В 1994 восстановили историческую решетку – ограждение. Но в это же время монумент потерял очень много деталей. Примерно около 60 элементов памятника было утрачено к моменту нынешней реставрации. И вот один из них, такой, пожалуй, самый крупный элемент – это скипетр в руках у скульптуры. Как его умудрились снять, конечно, не очень понятно. Тем более, что он крепился и в руке скульптуры, и было крепежное отверстие у колена скульптуры, но каким-то образом его умудрились украсть. 16-метровый монумент – обладатель собственного культурного слоя. За более чем полтора века птицы натаскали сюда столько стройматериала для гнезд, что в них нашли уникальные следы эпохи. Мы обнаружили обрывки газет, там же какие-то билетики на трамвае. А следы жизнедеятельности вычищали из полых бронзовых фигур. Практически на 100% три скульптуры у нас расчищены, а одна скульптура на 101% она расчищена, потому как мы туда забрались даже. Нашли технологический лючок, в который изящные сотрудники нашего предприятия смогли забраться туда, обработать все внутри. Огромные символические фигуры велики настолько, что в них оказалось возможным влезть. Но сам памятник императору еще больше. В нем тоже есть технический люк, которым воспользовались реставраторы. Сегодня фигура из сплава, состав которого долго подбирал барон Клод, чувствует себя хорошо. Но так было не всегда. 7 мая 1858 года барон Клод писал о том, что при отливке из бронзы конной статуи императора Николая I разорвало форму, и значительная часть меди вытекла. Снова видны параллели между созданием медного всадника и памятника Николаю I. И Фальконе, и Клод прошли через тяжелое для скульптора испытание. И ту, и другую конную статую разорвало при отливке. Долгожданное открытие пришлось отложить. На письмо Клодта последовала высочайшая резолюция. Открытие памятника отложить до будущего лета. Спустя три года все перебития остались позади. И назначена дата открытия. Передо мной напечатанный высочайше утвержденный церемониал торжественного открытия памятника императору Николаю I. Читаем. Июня 25-го дня в 7 часов утра пятью пушечными выстрелами с Петропавловской крепости возвещено будет городу, что того числа имеет быть торжественное открытие памятника в бозе почивающему императору Николаю I. Пеструю толпу, разноцветные мундиры, эстрады покрывались сплошной массой зрителей, окна соседних домов превратились в маленькие амфитеатры, а над всем этим светило яркое жгучее летнее солнце. В десяти часам утра по разосланным от двора повестками соберутся особо участвующие в поезде с их императорскими величествами и их императорскими высочествами. Войска расставлены будут по распоряжению военного начальства, ротодворцовый гренадер со знаменем будет занимать караул и посты при входных вратах Исаакиевского собора. Около одиннадцати часов едва слышный говор пробежал по площади, все встрепенулись и показался государь верхом в сопровождении великих князей и свиты. Очень атмосферное описание. В вечеру весь город, памятник, и сюда на Неве были иллюминированы, состоялся морской парад. Но все атрибуты, принимающие участие в церемонии, в том числе покрывало, закрывающее памятник, были проданы с аукциона. В империи было принято считать деньги. На создание памятника потратили 753 тысячи серебром. Огромная для того времени сумма. Каменный дом в Петербурге того времени стоил от 30 до 50 тысяч рублей. Годовая зарплата министра – 8 тысяч. А простой люд получал от 5 до 100 рублей в месяц. Но бюджет тратили бережно. Осталось от сметы и еще выручено после продажи 39 тысяч рублей. Из них на решетку вокруг конной статуи потратили 14 тысяч, а на тротуар – еще 1800. Открытие этого памятника – это триумф, который должен доказать, что Россия по-прежнему великая держава, что горечь от поражений – они позади. Кроме того, все знали, что идут работы по подготовке отмены крепостного права. Это же официальная церемония. И здесь говорится не о недостатках, наоборот, о сильных сторонах. Как всегда, жест, обращенный к современникам и в будущее. Возможность поработать на этом памятнике предоставляется далеко не каждому. Этот памятник – он самый-самый. И по сложности, и по насыщенности, и по значимости. И смотрите, где мы находимся. Мы находимся в центре города. Это, в общем-то, сердце нашего города. Эта вздыбленная конная статуя, стоящая в сердце города, смогла совместить очень многое. Сын восстановил доброе имя отца и навечно окружил лицами любящих женщин. Этим монументом два великих зодчих – Монферран и Клод – завершили свой творческий путь. Эта точка на линии от Петра до Николая породила множественный городской фольклор. Бронзовый колосс пережил социалистическую революцию, а во время буржуазной, в 90-е, стал источником сувениров и светного металла. Памятники такого плана редко удаются. С памятниками все не так просто. При всем разрыве духовном между предлагаемым нам императором Николаем и каким он был на самом деле. Что здесь достойно? Вот то, что император Николай представлен нам шефом конной гвардии и, больше того, военным вождем Российской империи, вот это отражает его сущность, сущность его взгляда на себя. Вот Николай себя таким ощущал и желал, чтобы его таким видели. И вот в этом смысле и император-заказчик, и скульптор и архитектор выполнили задачу на 5 с плюсом. Красота замысла и исполнение победили время. Новым культурным слоем монумента становится наша забота о нем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok